Добрый день, дорогие мои! Как вы знаете, я совсем не технический человек, поэтому создавать сама не умею. Игры замечательные в PowerPoint, но умею как бы адаптировать всё это. И недавно совсем наткнулась в ВК на такую группу «Игры в PowerPoint учителям английского». Молодой перспективный преподаватель Даня попросил рассказать об этой группе и его как бы играх. Вот смотрите, с удовольствием как бы это делаю, потому что уважаю труд этого человека. Я думаю, что пойдёт далеко вперёд. Много у него в группе есть бесплатных материалов, есть кое-какие платные материалы. Я быстро пощёлкая вам покажу некоторые, которые мне очень понравились, и расскажу, как я их буду использовать у себя. Смотрите, вот Animals P5, понятно, здесь есть звуки, да? И дети угадывают животных. Бесплатная совершенно игра, которую вы можете адаптировать. Так, перехожу на платные игры, которые я приобрела. Вот, и очень честно расскажу свои как бы впечатления. Weather. Только четыре погоды. Соответственно, вот как бы windy, cloudy, rainy, sunny. Да, то есть, по мне так, конечно, ну, не хватает. Надо бы больше сделать погоды. Ну, в принципе, как бы основные моменты есть. Snowy надо добавить, я так считаю, по крайней мере, да, хотя бы. Вот. И будет уже как бы намного лучше. Cold, hot тоже. Хотя, в принципе, если sunny, то можно и проговорить, да, что it's sunny and it's hot, в принципе. Вот. Есть игры на мотивашке, да? То есть, смотрите, кликаем сюда, так что типа яйца что-то дать. Ребенок называет, что это такое. Оранжевая кнопочка. Это он ответил правильно, соответственно, попадает в корзинку. Красная кнопочка не ответил правильно, да? Вот. Тоже, что бы я советовала добавить сюда, это счет. То есть, сколько ребенок. То есть, вот здесь бы где-нибудь высвечивался счет, было бы вообще как бы хорошо. Вот. Такая мотивашка, да? То есть. И самое интересное, что оно все кликабельное и можно поменять. Тут вот дальше идут инструкции, как поменять картинки. Даже я, такой как бы не очень технический человек, разобрался, как можно здесь поменять картинки. То же самое вот ballgame. Принцип тот же самый, но играют уже два человека. Нажимая сюда на руку, мы видим словарь, который они должны сказать, да? Зелененький, соответственно, это правильно. Значит, они попали луком. Красный неправильно лук пролетел мимо. Опять же, как по мне, то лучше, конечно, здесь где-то, чтобы появился счет, как это все делать. Вот. И подобная же игра есть на три человека. Так. Вот это убивает дракошку. То же самое, правильно слово назвал. Значит, для дракончика прилетела бомба. Она его убила. Нажимаем на дракончик, он опять появляется. Там другое слово и щелкаем. А вот есть игра с лошадками как бы на три уже игрока. Либо можно три пары, например, делать. Вот у меня три пары. Принцип тот же самый. Вот так вот мы щелкаем, да? И они передвигаются по полю вперед-назад, да? То есть такая достаточно как бы интересная мотивашка. Стоит все копейки, поэтому, в принципе, можно взять и действительно как бы так использовать. Это вот, например, на мебель, да? Нажимаешь. То есть ребенок называет слово. Мы нажали. Он забрал эту коробочку. Опять же, можно самим менять мебель, что надо как бы ставить свои слова. То есть, ну, такой как бы достаточно интересный новокебый прапис. Вот это одна из моих самых любимых игр, что мне понравилось, да? Это предлоги в первую очередь, да? То есть behind the ball, in the box, under the box. Такая машина, да, классная. Клик-клик. Вот. In the box, on the box, behind the box. Или next to the box, да? То есть вот такая игра, опять же, кликабельная. Можно свои картиночки подставлять здесь. Так, дальше. Magician. Вот это интересно на отработку I want. Потому что такая как бы замечательная фраза. И здорово пойдет даже на начало урока и с малявками, и не с малявками. Потому что вы можете, в принципе, заменить это на более такую серьезную картинку, да? Вот. И такую игру, например. I want a cake. I want a present. I want a balloon. То есть все понятно. I want a balloon. То есть сколько бы вы ни нажимали, время разные прилетают, да? Подарки там и так далее. Вот. Мы можем, на самом деле, это интересный вармап, который я очень люблю. Вот. Мы можем I would like сюда добавить, не только I want, соответственно, да? На самом деле, как я использую эту, такую игру, как бы, как вармап для подростков и для взрослых, и для advanced таких, ну, не advanced, а более продвинутых, как бы, young learners, то они объясняют, почему я выбираю эту картинку, да? I want a cake because I'm hungry. I want a balloon because I like red color. Допустим, что угодно, да? Вот. Ну, можно просто вместо вот этих cake, present и balloon заменить свои. Машину поставить, там, я не знаю, лаптоп поставить, смартфон поставить, все что угодно. Вот. Поэтому мне вот это очень понравилось вариант. Так, my body, в принципе, неплохо, потому что мне понравилось, что здесь, в принципе, ясно все. Это leg, это two legs, это arm, это two arms, соответственно, да? Foot, feet, head, hand, hand. Да, то есть, вот, ну, в принципе, ничего лишнего, как вы знаете, то есть, вот для young learners, в принципе, чистенько, хорошо, как бы, то, что доктор прописал. То же самое с my face, кликаешь, оно все появляется, как бы, так на лице, to eyes, to ears, mouth, nose, да, в принципе, как бы, ну, ничего лишнего, скажем так, то есть, ну, вот, нормально пощелкает лишний раз, но на vocabulary пора работать очень хорошо. Вот эта неплохая, то есть, здесь вылазит все, что угодно, все, что вы поставите. Я так думаю, что я, наверное, буквы сюда поставлю, будет вылезать буковка, и дети будут в качестве warm-up, опять же, для взрослых можно, да, я буду называть, а их цель, как бы, за, там, я не знаю, за минуту, назвать как можно больше слов, которые начинаются с этой буквы. Опять же, говорю, то есть, видишь, я использую их как template, то есть, мне сразу в голову приходит, как можно это все адаптировать получше, да, то есть, в качестве template, как бы, вот, очень хорошо. Вот это, как бы, a bit simplistic, да, то есть, это на чтение уже такой, детенок backpack здесь, да, опять же, в качестве template, да, то есть, вы сюда можете поставить все, что угодно, как бы, любые картиночки, да, вот это я не очень пока разобралась, что здесь у нас, сейчас покажу, что мне еще понравилось, то есть, это на directions, но еще я говорю, я не разобралась, ну, как это делать. Так, countries здесь есть, вот, интересно, на животные мне понравилось, да, то есть, что появляются животные, исчезаются животные, то есть, неплохой вообще, как бы, вот, по животным, как бы, совсем неплохой блок интересный, они появляются здесь, и угадывает, колесико есть тоже здорово, да, what's this, они не только называют, it's a horse, то есть, опять же, это, понимаете, multi-level games. И потом описание идет, it's brown, it has got a long tail, it has got small ears, it's strong, it can run, it can jump, it can swim и так далее, да, то есть, вот, ну, в зависимости от группы, опять же, вы можете другие животные сюда ставить, и поэтому будет, так вот, да, паровозик животных есть, ну, это так, элементарное, полярные животные есть, как бы, они появляются, видишь, такой, как бы, интерфейс очень красивый, в принципе, поэтому я думаю, что мои деток, как бы, это заинтересует, вот, исчезающие есть такие, вот, интересно, да, то есть, на звуке, вот, и дети угадывают, кто это, да, то есть, сначала на звук нажимаем, потом появляется животное, таким образом, да, есть несколько, вот, потом вот это мне понравилось на природу, потому что на vocabulary movers очень подойдет, как бы, видишь, то есть, есть такие сложные слова, сначала вот идет, как vocabulary устно, а потом идет это письмо, то есть, надо добавить слова, чтобы написать, вот, собраться в школу, очень хороший вариант, потому что, опять же, в зависимости от группы, можно сюда разные картинки добавить, в зависимости от уровня, то есть, вот это вот мне подошло, это memory gain, да, то есть, я сюда цифры добавлю, вы знаете, потому что очень здорово, когда здесь будут цифры у нас, вот, или буквы какие-то сложные, да, дети называют цифру и что там находится, behind, вот, тоже так вот интересно, такой понятненький темплей, да, вот, по игрушкам тоже мне понравилось, потому что, опять же, здесь идет prepositions, вот, то есть, у меня появились такие лишние, вот, I want, то есть, это a toy shop, представьте себе, там мечт у детей, в принципе, a toy shop, вот, они называют, что они хотят, и, соответственно, получаются, есть, да, как бы, вот, щелкаете, I want a teddy, I want a ball, и так далее, и так же по ресторану есть такая еда, да, то есть, тут и fast food есть лексика, как бы, и так далее, да, то есть, сначала мы нажимаем на клиентов, они говорят там, I want, I want french fries, и waiter говорит, here you are, your french fries, ну, например, да, такой role name может быть здесь, так, вот, вот такая, как бы, тоже можно поработать, пощелкать, как бы, вот, так, что еще у меня здесь есть в моих новоприобретениях, да, ну, то же самое, да, да, то есть, такая ситуация, в принципе, фамильная, хорошая, familiar, да, салат, вот, можно сделать вместе, приготовить, менюшка какая-то, то есть, вот это, ну, тоже здорово, можно разом поиграть, как бы, да, role play такие сделать, вот, потому что здесь, как бы, вот, готово, как бы, все это, вот, ну, что ж, адресочек группы еще раз подскажу, пипите гей, вот, буду рада, если вам тоже это будет полезно.